Проходит дальше, простреливает. Как это было опасно. Из ничего. Джуд Беллингем принимал мяч на границе штрафной. После этого Джуд Беллингем устроил тут настоящий слалом. Ну, благо зима. И опять мяч у Реала. Начал. В первом тайме Реал тоже острее создавал моменты. Два голевых момента. А первым забил Атлетико. Вальверде. Родриго. Оставил Камовингем. Джуд. Джуд Беллингем. Не прошла передача на Минди. Начал. Ловко перебрасывал. Здесь был подкат жесткий. Но, по-моему, продолжается игра. А да, Квадро Фернандес сегодня таких идей придерживается, что нужно играть до конца. Здесь там ничего критического не произошло. Ну, Начов поднялся. У Реала проблемы с центральными защитниками. Алаба не летал с крестами. Ну, тут каждый защитник исключительно ценный. А начо капитан. Сегодняшний именинник. Первый раз поднял трофей как капитан суперкубок. В общем, для него сейчас время, когда он получает призы и все его поздравляют. Камаминго. Начал. Передача прошла. Атлетика ее пропустила. Венисиус с мячом. Против него Аксель Вицель. Венисиус. По диагонали решил отдавать. Как-то это на Венисиуса не похоже. Сам обычно идет. Гризмана окружили. Отобрать что-то из нарушений. Можно играть. Сам Беллингем остановился. Как так? А вот так. По-прежнему Квадро Фернандес от своей логики не отказывается. Карвахаль. Отдал мяч вольвер. Не пошел дальше Карвахаль. Деполь. Его уже настигают. Карвахаль за ним сюда прибежал. Деполь. Пошел сам. Легким движением ноги. Атака Атлетика превращается в контратаку Реала. Камаминго. У него много пространства. Передача точная. Венисиус. Ян Облах. А ведь из-за ошибки его можно было забыть. Как он вытащил два удара в первом тайме. Родриго и Винни. Кажется, что игра во втором тайме ускорилась. Реал стал резче отбирать и выбегать. Вот атака Атлетика свободного у Лью Ренте. Забегает Гризман. Ему отдает мяч Лью Ренте. И остается Камаминго в центре. Подача. Лунин выходит забирать. Уверен. Пять минут насыщенной игры. С хорошими атаками. Модрич. Венисиус. Беллингер. Беллингер хотел по-другому отдать. Помешал Атлетик. Помешали защитники. Кокер. Деполь. И вот опять. Гризман опускается. Сюда становится дополнительным полузащитником. Но Реал уже выстроился. Лино. Где его футзальная техника? Умеет он мяч останавливать. Финты. Как он сам рассказывал. Это все в зале. Все там. В Бразилии. Передача не точная. Здесь остановились и Деполь, и Марата. Но не Лиурен. Сауль. И опять не очень удачно играет Рюдига. Ну и махнул Альваро Марат. Реалу он забивал пять раз. Самые памятные голы. Ну он забивал Реалу, например, дважды осенью. Но самые памятные голы были, конечно, за Ювентус. Полуфиналь Лиги Чемпионов. Тогда Ювентус Реал выбрал. Венисиус. Теперь уже пойдет обладать. Вообще пробить решил Венисиус. Интересное решение. Из-под Хименеса. Беллингем был рядом. А Венисиус заметил своих на трибуне. Вот в Ирриаде, когда они играли, там все трибуны были белые. Там только болельщики Реала сидели. Поэтому куда ни повернись. Везде маши руками. Везде тебя будут поддерживать. Здесь? Нет. Здесь среда скорее враждебная. Своих еще надо разглядеть. Лука Модрич. Там на него выбегает. Какой будет вариант? Подача или розыгрыш? Подача. Закручивают. Удар. Но не опасный. Рюдигер, конечно, бил. Облако мяч забрал. Облако ведь большое событие в прошлом году. Наконец-то он со сборной Словении сыграет на большом турнире. Они пробились на чемпионат Европы с непростой группой. Вальверк. В подкате удачно. Но там было нарушение права. Кажется. Недоволен Карвахаль. Коке. Деполь. Вот в чем Реал прибавил во втором тайме. Рещи стали пришли. И выбегать вот так. Карвахаль. Пас в свободную зону. Там Родриго. Но против него Хименес. Надежный Хименес. Но здесь Родриго. Его накручивает. Отдает назад. Карвахаль. Сделал паузу. Увидел Камовингу. Отдал Камовингу. Хименес. А здесь вот. Если не заметил Куадро Фернандес. Помог и Стэйвеса Гликс. А что не заметил? У меня что Атлетика остался? А вот тут уже судья все разглядел. Резкие, быстрые выпады Реала. Не всегда Атлетик справляется. Но справляется. Пока очень хорош Хименес. Надо сказать. Все пресекает. Исправляет ошибки своих товарищей. Без него, конечно. Вот когда он травмирован. Он, к сожалению, часто бывает травмирован. Не так оборона выглядит. Бывает, что некому ошибки-то исправлять. Деполь. Интересное решение. Пяткой на Льоренте. Дальше Деполь с мячом. И вот здесь передача поперек. Эрмосо. Слишком сильно. И руками по инерции. Хотел Лина остановить. Это не футзальная техника. Скорее волейбольная. Марио Эрмосо. Защитник, у которого, наверное, среди всех защитников Атлетика, лучший пас. И Родриго из-за боковой. Думали, что Родриго сегодня не сыграет. У него был перегруз. И берегли его. Один день с минимальными нагрузками тренировался. Думали, Браим Диас выйдет. Но играет Родриго. А у Атлетика будет первая замена. Но Эль Малина. Появится, наверное, вместо Ильё Рэн. Или какая-то более хитрая будет перестановка. Но Малина точно на правый флаг. Минди. Чемпион мира Ноэль Малина. Подсдал последний месяц. Камовинга. Нарушение ватали. Желтая сейчас будет Камовинги за аплодисменты. Сегодня Квадро Фернандес не дает желтые карточки за фолы. Фолов у Атлетика, к слову, гораздо больше, чем у Реала. Зафиксированных 10-5. Но дает карточки желтые за неспортивное поведение. Вот это вторая такая. Ну, здесь лицо, конечно, соперника подробно. Интересно. Вот Сауль уходит. А это значит... А это значит, что Льоренте, но он сам это понял, сейчас уйдет в центр поля. И он будет в тройке полузащитников играть правее. Левее отойдет Родриго Деполь. Ноуэль Малина по всему правому флангу. Здесь очень, ну, простая комбинация. И такое мы видели уже в других матчах. Ну, кстати, Малина выходил вместо Сауля и в игре Суперкуп. И там была перестановка ровно такая. Разговорился опять Венисиус. Эрмоса. Кокер. Гризман. Снова Гризман. Передача не прошла. Рекошек. Лунин выходит. Гол. Ошибка Лунина. Гол. Марата. Марата. Сегодня это дерби ошибок. Но главное не упасть. Здесь во флаге запутался Альваро Марата. Шестой гол он забивает. Ворота. Мадридского Реала. Который его воспитал. Ну и вот к вопросу о вратарском. Вратарскому Реалу. Так бывает. Но так бывает и с облаком. 2-1 атлетика. Хотя лучше. Во втором тайме смотрел. Сериал. А в первом тайме тоже было что-то похожее. Ну и смотрите. Вот розыгрыш. Гризман. Отдает. Получает обратно. И здесь движение Камовингену. Которое вообще никак не должно было стать голым. И из-под Рюдигера выбегает Альваро Марата. Луниен в ногу Рюдигера. А дальше Марата уже просто перед пустыми воротами. Вот таким образом. И Марата с болельщиками. Человек, который бродил по разным командам. Был и в Англии. Был и в Италии. Дважды приходил в Ювентус. Был в Реале запасным. Много забивал. Был в Атлетика. Дважды. И вот он здесь. И кажется здесь он счастлив. Наконец-то. И в этом сезоне Марата забивает. 2-1 Атлетика. И мы даже не успели рассмотреть, что же там с перемещением Деполя придумал Симеон. Сразу Атлетика забил. Еще даже не успели. Альоренто участвовал. Кстати, в этом голе. Кокер с нарушением. Реал, я напомню, обладатель действующей Кубка Короля. Когда спрашивали и тренера игроков, нужен ли вам этот трофей. Вообще, кажется, вопрос странный. Ну, говорил все игроки Реала, говорили, конечно, нужен. Но сегодня одна из команд проиграет. И это может быть Реал. Беллингер. Модрик. Тарвахарь. Ну, а Родриго де Поле, как мне кажется, увели сейчас. Ну, вот туда, смотрите, на фланг, где Модрич. Они опять друг против друга. Может быть, Карл Анчелотти успел среагировать. Уводили в зоны, где не так резко против него поиграли Камаминго. Действовал против него вот здесь. Ближе к нам. Так я скажу. Модрич. Вальверде. Джо Беллингер. Венисиус. Венисиус. Пошел в штрафную. Не пустили. Слишком широкий замах. И побежал Нуэль Малина, но Камаминго здесь уже, наверное, не ошибет. Зачем к спину его толкает? Ну, видимо, по инерции. Нуэль Малина. Модрич. Модрич. Не убегут. Карлахаль в физике, конечно, очень силен. В этом сезоне диеты, правильная подготовка, восстановление. Все это помогает. Минди. Венисиус не ушел от Вицеля. Минди. А Венисиус еще не готов был играть. Гризман. И Гризман останавливает Начо. На коротке здесь Реал и Джуд Беллингем запускает атаку и сам побежал. Карлахаль. Родриго. Родриго и Венисиус сегодня далеко друг от друга. Часто бывало так, что когда нужно взламывать чужую оборону, они приближаются. Может быть, сегодня понадобится это еще сделать. Родриго. Модрич. Неудачная передача. И все-таки свисток Квадро Фернандо. Их стало больше во втором тайме этих свистков. И Реал по нарушениям стал догонять. Кстати, Альваро Маратов желтую карточку успел получить после своего гола. Слышно.